всем привет девчонки у кого есть желание присылайте фото своих готовых работ выполненные по моим мастер-классом я буду создавать вот такие видео шорт для youtube ссылки на социальные сети есть под каждым видео также огромную благодарность хочу выразить всем тем кто присылает донаты на развитие моего канала это добровольные и безвозмездные пожертвования сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет все эти сердечки адресованы вам спасибо вам большое но мы приступаем к видео всем привет сегодня свяжем вот такой романтичный классный воздушный кардиган вяжется он просто он состоит только лишь из вот таких цветочков вместе будем с вами вязать по схеме давно увидела такие кардиганы на пинтересте и очень захотелось его повторить конечно же тепловой нагрузки он нести не будет а скорее декоративная какая-то накидка может видите он достаточно ажурный состоит из большого количества отверстий но из-за того что мы связали его из махера все таки возможно он и будет давать немного тепла здесь самое главное правильно подобрять пряжу потому что если вы будете вязать из толстого махера а цветы получатся во первых очень большими очень тяжелыми и весь кардиган под весом будет провисать будут появляться большие достаточно растяжения поэтому я долго искала самый оптимальный вариант и наконец-то нашла это у нас пряжа astra мохер премиум 50 процентов кид мохер 50 процентов акрил 25 граммов 190 метров обратите на вот эти цифры это означает что эта нить очень очень тонко но пусть это вас не пугает потому что мы будем вязать крючком три с половиной тоже не удивляйтесь у нас будет очень свободная вязка что еще хорошо в этой пряжи в отличие от других мохеров здесь 50 процентов кит мохер это означает что пряжа достаточно мягкая вот мне какие-то другие мохеры покалывают иногда кожа восприимчивая к ним этот мохер вообще замечательный лично для меня абсолютно не колет очень мягкий мой цвет 01 белый точный расход я напишу как обычно в описании под видео и чтобы не отвечать всем где я купила эту пряжу я оставлю ссылку в описании под видео и желание если вы хотите получить цветочки размером поменьше просто берете крючок меньшего размера вяжите потуже и они у вас получается вот такого размера поменьше вот этот цветок для примера я связала крючком 3 можно попробовать связать крючком два с половиной даже двойкой они получатся еще меньше примеру если вы не хотите в виде кардигана можно попробовать сделать вот такой вариант просто пришиваем друг за другом все эти цветочки у нас получится как бы как кофточка здесь пришиваем а в нужном месте можно например оставить место только лишь чтобы голова прелезала либо наоборот чтобы с одного плечика спадала То есть подальше друг от друга сшить цветочки, так что тоже смотрите, какой больше вариант изделия вам хочется. И еще что хочу сказать по поводу пряжи, это самый оптимальный вариант, вот такой тоненький махер, потому что если вы будете вязать, например, из хлопка, из акрила или каких-то других видов пряжи, есть вероятность, что это все у вас растянется, будет сидеть некрасиво, а как я уже сказала ранее, вот это очень тоненькая нить. Вязание у нас воздушное, соответственно, под весом они хоть и растягиваются, но не так сильно, это вообще никак не портит изделие. Еще хочу похвастаться, смотрите, что я себе заказала, набор двусторонних крючков деревянных из клена, смотрите, вот такие они классные, у меня нет ни одного деревянного крючка в арсенале, только тунисские, давно хотела попробовать вязать деревянными, когда я их достала, прям вот так на ощупь, они идеально гладкие, очень легкие, прям невесомые, думаю, что ими вязать будет очень удобно. Ссылку, где я их купила, также оставлю в описании под видео. Начинаем вязание цветочка, будем вязать вместе по схеме, смотрите, это пряжа, из которой связан полностью весь кардиган, очень-очень тонкая, плюс еще и ворсистая вдобавок, вы вообще ничего не увидите, что я буду делать, плюс еще и белая пряжа отсвечивает, пример я вам буду показывать на более толстой пряже. В кольцо амигуруми набираем 16 столбиков без накида, вот эти вот крестики по кругу, это столбики без накида, посчитаем их здесь 16. Обхватываем два пальчика, закрепительная петля, колечко подтяните, чтобы вам было удобно его держать, хвостик лежит параллельно колечку. Ныряем в колечко, провязываем первый столбик, его можно отметить для удобства, чтобы его потом в конце не искать. Далее второй, третий. Провязали 16 столбиков, тянем за хвостик, колечко у нас уменьшается, как можно тоже, чтобы внутри не было отверстия. Провязываем соединительный столбик в петельку, отмеченную маркером, то есть в первую петлю. Просто соединительный столбик. Следующий ряд у нас состоит из, видите, вот такие вот арочки и вот эти крестики, также столбики без накида. Сейчас нам нужно сделать имитацию одного столбика без накида, делаем одну воздушную петельку. Далее, смотрите, у нас здесь арочки состоят из трех петель, видите, первая, вторая, третья, как буква П. Я провязала сначала первый вариант из трех петель, но мне показалось, слишком они вытянутые получаются. Все свои цветочки я вязала из двух воздушных петель. Делаем арочку, две петли, раз, два, и подсоединяемся столбиком без накида в следующую свободную петельку. Вот смотрите, здесь мы провязали, и вот она, свободная петелька, следующая, просто столбик без накида. Далее, в следующую свободную петельку также столбик без накида. И арочку вяжем две воздушные петли, столбик без накида в следующую свободную петлю. Опять, столбик без накида в следующую свободную петлю. Провязываем арочку. И два подряд в столбик без накида. То есть чередуем арочка, 2 столбика без накида подряд, арочка, 2 столбика без накида подряд. И таким образом провязываем все колечко. Набрали 2 воздушные петельки для последней арочки. Делаем столбик без накида. И столбик без накида опять в следующую петельку. Все как обычно. И считаем, у нас должно получиться 8 арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно. И нам нужно подобраться прямо вот в середину ближайшей арочки. Можно просто соединительными столбиками. 1, ну вот в принципе или одни можно обойтись, или еще пробежать 1 столбик, чтобы вот оказаться прямо на макушке этой арочки. Далее смотрите, следующий ряд у нас состоит просто из вот таких воздушных цепочек. Видите, по 3 воздушные петли. Так, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Подсоединяемся столбиком без накида в следующую арочку. 3 воздушные петли. Подсоединяемся в следующую арочку столбиком без накида. Все, и таким образом провязываем этот ряд. Провязываем последнюю арочку. Вот она наша самая первая. И подсоединяемся либо вот прям в арочку столбиком без накида, либо соединительным столбиком, либо вот в первую петельку. Вот прям над арочкой. Можно соединительный столбик. В принципе, если вы будете провязывать либо соединительный, либо столбик без накида, это не важно. В таком пушистом цветочке, как в нашем кардигане, этого будет не видно. И смотрите, следующий ряд у нас состоит из вот таких вот столбиков с одним накидом над каждой арочкой и воздушными цепочками. Так, смотрите, подбираемся прям вот к арочке, ныряем. Просто соединительный столбик или столбик без накида, неважно. Делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в арочку провязываем 3 столбика с накидом. Накид, в арочку. Первый. Накид, в арку. Второй. Накид, в арочку. Третий столбик. И делаем 3 воздушные петли и подсоединяемся столбиком без накида вот к этой нашей арочке. Раз, два, три. Вот так же в эту арочку столбик без накида. Далее нам нужно сделать соединительный столбик, либо столбик без накида вот прям в эту петельку, которая была между арочками. Так, чтобы как бы замкнуть наш лепесточек, чтобы это красиво смотрелось. Давайте будем провязывать соединительный столбик. Далее подбираемся к следующей арочке. Столбик без накида или соединительный, неважно. Опять делаем 3 воздушные петли. 3 столбика в арочку. Первый. Второй. Третий. И 3 воздушные петли в столбик без накида в эту же арочку. Опять подсоединяемся с столбиком вот прям в пространство между арочками. И провязываем таким образом все оставшиеся арочки. Провязали последнюю арочку, сделали 3 воздушные петли. Соединяемся также в арочку. И в пространство между этими арочками. Готово. Здесь следующий ряд у нас также будет состоять из воздушных цепочек. И мы будем делать столбики с одним накидом вот в пространство между вот этими вот лепесточками, которые мы сейчас провязали. То есть смотрите, столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом, 5 воздушных петель. И так по кругу. Делаем имитацию первого столбика с накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. И арочку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем столбик с накидом вот в пространство между вот этими двумя лепесточками. Помните, там где вот мы делали, подсоединялись в пространство между арочками. Вот она прям посерединке, вот в эту петельку. Привязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. Столбик с накидом в следующее пространство между лепесточками. Все. И таким образом провязываем до конца ряда. Набрали последние 5 воздушных петель и подсоединяемся во вторую петельку изначально двух набранных. Первая, вторая. Просто соединительный столбик. Вот что у нас получилось. И смотрите, что касается вот этих вот арочек, которые мы сейчас провязали и провяжем в следующем ряду. А когда вы начнете вязать, вы поймете, что плотно их вязать не нужно. А если вы будете их вязать слишком туго, то они у вас будут заворачивать вот этот ваш цветочек прям в корзиночку. И он будет, грубо говоря, таким как бы выпуклым. А нам нужно добиться того, чтобы он был такой, грубо говоря, плоский. То есть нужно сделать так, чтобы они, видите, вот прям в расслабленном состоянии не стягивали цветочек вот в такую корзиночку. В следующем ряду будем обвязывать вот эти наши арочки, которые мы сейчас провязали. Делаем то же самое, как и в этом предыдущем ряду. Просто у нас будет 5 столбиков с одним накидом. Здесь было 3, здесь будет 5. Подбираемся к этой арочке просто соединительным столбиком, либо столбиком без накида. Делаем 3 воздушные петли. 2, 3. И провязываем в арочку 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Столбик без накида в арочку. Столбик без накида, либо соединительный. Вот прям в столбик предыдущего ряда. Подбираемся к следующей арочке. Также 3 воздушные петли, 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петли и столбик без накида в арочку. Все это таким образом обвязываем все арочки. Последние арочки провязали 5 столбиков, 3 воздушные петли. Подсоединяемся в арочку и в столбик. Далее вяжем следующий ряд. Также делаем вот эти вот большие арочки и столбики с накидом в промежутке между вот этими получившимися лепесточками. Делаем имитацию столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это арочка. Накид. Пространство между следующими двумя лепесточками. Столбик с накидом провязываем. 5 воздушных петель. Столбик с одним накидом. В пространство между следующими лепестками. И так провязываем до конца. Набрали 5 воздушных петель. И подсоединяемся соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. Далее обвязываем эти полученные арочки. Смотрите, здесь у нас будет уже в ряд 7 столбиков с одним накидом. Делаем то же самое, как и в предыдущем ряде. Подбираемся в арочку. Столбиком без накида, либо соединительным столбиком. 3 воздушные петли. Провязываем подряд 7 столбиков. 3 воздушные петли. И соединяемся в арочку с столбиком без накида. Вот такой лепесток побольше получился. Опять в столбик провязываем. Далее подбираемся к следующей арочке. И делаем все то же самое. 3 воздушные петли, 7 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли. И так провязываем каждую арочку. Провязали последний лепесток, набрали 3 воздушные петли. Соединяемся с столбиком без накида. И вот прям в столбик. Заканчиваем наш ряд. Все, наш цветочек готов. Тянем за хвостик посильнее, чтобы уменьшилось здесь отверстие в самой серединке. И закрепляем его здесь на изнаночной стороне. И обрезаем. Смотрите, вот такой цветок у нас получился. Здесь видны вот эти вот арочки. Если кому-то это может не понравиться, вы просто вот эти вот арочки во втором и в третьем ряду лепесточков, там где, помните, мы провязывали по 5 воздушных петель, провяжите меньшее количество петель, соответственно, арочки у вас будут меньше. И будет таким образом лепесточек из лепесточка торчать. Я же захотела, чтобы у меня цветочек был такой воздушный, легкий, неплотный. Поэтому я сделала вот с такими большими арочками. То есть, смотрите, если вы провяжете маленькие арочки, вот этих вот пространств будет не видно. Грубо говоря, примерно вот так будут получиться плотные цветочки. Размер цветочка у меня получился по самым крайним точкам 10 сантиметров. И если сравнить получившиеся цветочки, из хлопка получился, конечно же, тяжелее. Плюс, смотрите, вот эти вот лепестки будут загибаться не так, как вам нужно. Возможно, будут мяться постоянно, особенно после стирки. Я вообще не представляю, как их потом расправлять. Что ли дело махер? Абсолютно все хорошо держит форму. Он легенький, все лепесточки лежат один к одному. После стирки они также будут хорошо держать форму, не будут загибаться. То есть, из махера эти цветочки самый оптимальный вариант. И далее есть пару вариантов, как можно продолжить собирать кардиган. Например, мы можем навязать много цветочков, без лепестков, которые я вам сейчас буду показывать. И просто вот таким образом выкладываем и соединяем их между собой. Таким образом кардиган получится более плотненьким, без больших расстояний между цветочками. Я же хочу сделать более воздушный кардиган, чтобы между цветочками было побольше расстояния. Поэтому, смотрите, вот мы закончили вязание цветочка. И прямо отсюда начинаем набирать 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем соединительный столбик, либо столбик без накида, неважно. Вот прям между вот этими лепестками предыдущего ряда. Прямо вот в среднюю петельку. То есть, сейчас мы не делаем вот этот столбик с накидом, как вот все предыдущие ряды. Просто соединительный, либо столбик без накида. Далее опять набираем 5 воздушных петель. Три, четыре, пять. И опять в промежуток между лепесточками. Вот прям в самую среднюю петельку. Все, и таким образом обвязываем этот ряд. И когда подошли к самому концу, вот она самая первая арочка, подсоединяемся прям вот в середину между лепесточками, либо в первую петельку этой арочки. Вообще не важно. Например, вот так. Соединительный столбик. Все, и далее сейчас будем делать лепесточки. Смотрите, в каждую арочку сейчас провязываем. Я буду провязывать очень свободно, потому что я хочу, чтобы вот эти мои лепесточки натягивались. Провязываем в арочку полустолбик с накидом. Все вижу свободно. Видите, вытянутые петельки. Далее в эту же арочку столбик с накидом. Далее два столбика с двумя накидами. Два накида в арочку. Вот видите, он такой высокий получается. Петли, видите, вытянутые. И еще один сюда же. Одна воздушная петелька. И делаем на убавление то же самое зеркально. Два столбика с двумя накидами. Первый. Второй. Далее столбик с накидом сюда же. И полустолбик с накидом. Закрепляем этот лепесток вот прям в серединку, между вот этими арочками. Просто можно опять же соединительным столбиком, столбиком без накида, неважно. Переходим к следующей арочке. Вяжем все то же самое в арочку. Полустолбик. Столбик с накидом. Два столбика с двумя накидами. Воздушная петля. И на убавление два столбика с двумя накидами. Столбик с накидом. И полустолбик с накидом. Закрепительная петелька вот прям в серединку. И переходим к следующей арочке. И таким образом обвязываем весь наш цветочек. И смотрите, если вот таким образом прям в серединку вытянуть его, вот такой лепесточек у нас получится. То есть когда мы будем подсоединять один цветочек к другому, они потом под тяжестью будут вот таким образом растягиваться. Вот довязали последний лепесток. Соединяемся столбиком без накида, соединительным столбиком, как обычно, в серединку. Можно хвостик обрезать. Вытаскиваем и заправляем на изнанке. И далее вяжем либо много точно таких же с лепесточками. И только после этого соединяем между собой просто отрезками нити. Это в том случае, если вы боитесь, что что-то пойдет не так, чтобы можно было в нужный момент распустить, остановиться. Здесь, например, связали два цветочка вот с последним рядом. И вот таким образом с изнаночной стороны соединяем, продеваем крючок вот прям в самую серединку только что провязанного ряда. Здесь, прям в серединку, вот там, где у нас воздушная петелька была. И соединяем ниточкой. Просто завязываем на несколько узелков. Завязывайте покрепче. Несмотря на то, что это махер, вроде как пушистый, но есть вероятность, что потом этот узелочек может распуститься, если вы завяжете на мало узелков. Все, и таким образом подсоединяем вот эти два лепесточка, потом вот эти два. Далее здесь будем подсоединять, следующий цветочек здесь подсоединять. И так далее собираем. И второй вариант, когда вот мы соединим цветочек к цветочку, прям сразу же привязываем. Смотрите, мы не довязываем две арочки последние. На предпоследней арке мы провязали половину нашего лепесточка, то есть полустолбик, столбик с накидом, два столбика с двумя накидами. Воздушную петельку не делаем. И вот уже к готовому цветочку, где мы уже провязали весь ряд последний, подсоединяемся с изнаночной стороны, и вот прям так же в серединку. Привязываем столбик без накида, и заканчиваем вот здесь, на этом цветочке втором, вторую половинку лепесточка, то есть два столбика с двумя накидами, столбик с накидом и полустолбик с накидом. Опять соединяемся, как обычно, в серединку. И здесь также на последней арке провязываем половину лепесточка, полустолбик, столбик с накидом, два столбика с двумя накидами. Воздушную петельку не делаем, соединяемся со следующим лепесточком на первом цветке. Столбик без накида, и заканчиваем лепесточек на вот этом втором цветочке. Просто соединяемся соединителем столбиком, либо столбиком без накида. Хвостик вытаскиваем, закрепляем на изнанке. Просто вот уводим этот хвостик на изнанку, завязываем на несколько узелочков, чтобы ничего не развязалось. Так потужим. И можно спрятать хвостик вот сюда, в эти столбики. И вот смотрите, вот такое соединение получилось. И таким образом сейчас подсоединяем один цветочек за другим, то есть сейчас в следующем, в этом цветочке, подсоединяемся также в этих двух местах, в следующем тут и так далее. Набираем нужную полосу нужной длины. Таким образом я соединила между собой 7 цветочков вот в такую полосу. То есть смотрите, я ее сейчас прикладываю. И то есть я вяжу не сначала спинку, а потом от нее вывязываю перед и рукава. А мне удобнее так. То есть я вот эту полосу прикладываю вот здесь, вот эти у меня цветочки. И раз, перехожу на плечико, и сзади у меня висят вот эти цветочки. Я смотрю, нравится ли мне по длине. Также нужно учесть, что если вы будете вязать примерно такие же пышные цветочки, неплотные, как у меня, то они будут растягиваться 100% под тяжестью. То есть это логично. Здесь у нас очень воздушное вязание неплотное, что дает растяжение. Обязательно все это примеряйте на себя. То есть соедините какое-то количество цветочков небольшое. Раз, примеряйте. Таким образом перекинула через плечико. Смотрю примерно, насколько она растягивается все. И смотрю, нужно ли мне добавлять еще цветочки или нет. И когда вы поняли, на какой длине кардигана вы хотите остановиться, я предлагаю последние цветочки, что здесь в начале этой полосы, что здесь в конце, провязывать без вот этих вот лепесточков, которыми мы цепляемся к следующему цветку. То есть смотрите, здесь с этой стороны я предлагаю сейчас взять цветочек таким образом. То есть я, смотрите, буду его прикладывать, пришивать таким образом. Здесь у меня будет соединение, здесь по бокам также соединение. А здесь уже вот эти два лепесточка уже не будет ни с чем соединяться, потому что это у нас будет низ изделия поэтому сейчас я провязываю этот последний ряд из шести арочек то есть мы провязывали сейчас я вам показывала провязывали все арки сейчас нам нужно сделать только лишь шесть арочек смотрим что у нас получилось 1 2 3 4 5 только лишь шесть арочек вот здесь у нас закончилось вязание и сейчас чтобы вывязать лепесточки этот наш последний ряд мы будем вязать просто с изнаночной стороны а в принципе нам нет смысла здесь ниточку отрезать здесь снова подсоединяться и здесь вывязывать по лицевой стороне в принципе они не заметны что с лицевой связаны что с изнаночной но если хотите можете в принципе здесь нить обрезать и подсоединиться здесь и так вот закончили вязание переворачиваем и точно также делаем полустолбик столбик с накидом 2 столбика с двумя накидами воздушная петля провязываем зеркально далее как обычно подсоединяемся вот прям в серединку между двумя арочками столбиком который вы выбрали далее провязываем следующую арочку полную далее двумя арочками мы должны подсоединиться к готовому цветочку то есть сейчас провязываем половину арки сделали и здесь уже с изнаночной стороны нужно будет присоединиться потому что мы сейчас видите а также с изнаночной видим наш цветочек все делаем то же самое подсоединяемся провязываем оставшуюся половинку закрепляемся и провязываем подсоединяемся следующей арочкой вот к следующему лепесточку то есть делаем все то же самое присоединились и сейчас провязываем две оставшиеся арочки делаем закрепительную петельку где-нибудь вот прям посередине между лепесточками нить обрезаем и закрепляем смотрим что у нас получилось здесь у нас будет нижний край изделия здесь по бокам и подсоединимся также к двум цветочкам вот этими двумя лепестками зачем мы это сделали просто потому что здесь будет без вот этих лишних лепестков по низу удобнее делать обвязку когда у нас уже будет полностью собран кардиган вот что получилось сейчас я также взяла эту полосу готовую из 8 цветочков прикладываю на себя здесь у меня плечико все это подрастянулось слегка я смотрю нравится ли мне длина нужно ли еще добавить длину и все я в принципе скорее всего на этом остановлюсь я не хочу длинный кардиган и вот о чем я говорила здесь на концах у нас должны быть вот эти самые последние цветочки без последних лепестков далее подсоединяем следующую полосу смотрите здесь по нижнему краю мы точно также делаем цветочек без вот этих двух лепестков и подсоединяемся к вот этим вот двум лепесточкам как уже готовому цветочку точно также с изнаночной стороны далее подсоединяем здесь цельный цветочек здесь у нас уже будет 4 точки соединения поэтому мы провязали раз два три четыре полноценных лепесточка целых и следующем подсоединяемся сначала вот к этому месту далее вот здесь далее подсоединяемся к этому лепестку и к последнему лепесточку нить обрезаем и закрепляем все и таким образом продолжаем подсоединять один цветочек за другим здесь в конце не забывайте нам нужно провязать цветочек без двух лепестков смотрим что у меня получилось это моя часть передней полочки это часть спинки здесь у меня будет шея и как я вам говорила ранее вот здесь по краям где у нас не будет больше присоединения других цветочков мы оставляем эти места без вот этих привязанных последнего ряда с лепестками сзади один цветочек который ровно посередине который сзади шеи я забыла что здесь нужно провязать без вот этих лепестков поэтому я их сейчас просто отрежу аккуратненько чтобы здесь их не было и все далее я продолжаю собирать кардиган сейчас я буду провязывать вот эти четыре цветочка потом здесь добирать вот эту полосу из четырех потом присоединю еще одну полосу и когда соединили все цветочки между собой заполняем вот эти вот пространство другим видом цветочков делаем колечко закрепительная петля я набираю 5 воздушных петель не плотно расслаблена раз два три четыре пять делаю три накида и в колечко провязываю столбик с тремя накидами через две через две через две через две петли вот у нас как бы два столбика на крючке и подсоединяемся в то место где у нас было соединение лепесточков на цветках вот так подсоединяемся не за одну какую-нибудь ниточку а за две чтобы здесь не было большого растяжения и провязываем столбик без накида я провязываю еще раз пять петель 1 2 3 4 5 то есть длина вот этой цепочки должна быть равна вот этой длине вот этих двух столбиков то есть контролируйте вот эти воздушные цепочки и в кружочек провязываю столбик без накида 1 лепесточек готов далее провязываю 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 столбик с тремя накидами в колечко и подсоединяюсь уже к следующему месту там где у нас подсоединялись соединялись два цветочка точно также столбиком без накида провязываю 5 петель столбик без накида в колечко вот второй лепесток готов всего нам их нужно сделать 4 еще 2 провязываем то есть подсоединяемся в следующем месте здесь в следующем месте здесь когда провязали последний четвертый лепесток ниточку обрезаем хвостик вытаскиваем и сейчас будем прятать кончики с изнаночной стороны так удобнее так тянем за хвостик который у нас отвечает за колечко плотно тянем чтобы она стянулась и уводим прям вот в серединку хвостик далее второй кончик также затягиваем и уводим на серединку и можно завязать на несколько узелков и обрезаем и вот что у меня получилось это уже пополам сложенный кардиган и чтобы было понятнее смотрите вот эта моя спинка она состоит из 20 цветочков здесь передние полочки по 8 цветочков каждая каждый раз все это примеряю на себя нравится ли мне ширина длина кардигана точно также и вы делайте обязательно и далее сейчас уже буду вывязывать рукава а перед этим я хочу соединить здесь а по боковым группы расшовчики да а смотрите я соединять сейчас буду а вот эти два нижних квадрата между собой вот эти два лепесточка здесь между ними вот это отверстие заполню вот этим маленьким цветочком которая сейчас вам показала так как я не знала точно какой ширины кардиган я захочу а в принципе можно это было бы изначально сразу же вот здесь сшивать да было бы удобно соединять все это в процессе поэтому я сейчас буду соединять вот эти вот цветочки между собой которые нас сбоку находятся а просто обычными отрезками нашей пряжи делать я это буду сейчас с изнаночной стороны вот это мой нижний край кардигана и сейчас соединяю сначала одну пару лепесточков просто завязываю на несколько узелочков далее следующие два лепесточка таким образом соединяем нужное нам количество цветочков смотрите что касается вот этого цветочка который между большими и не обязательно что у вас точно такое же количество воздушных петель нужно набирать возможно вы вяжете из другой пряжи возможно вяжите точно такой же но более плотно либо наоборот более расслаблено посмотрите именно конкретно по вашему кардиган а какой лучше здесь нужен будет цветочек например вот эту вот часть между четырьмя цветочками вас получилось а поменьше соответственно в колечко вы набираете не 5 воздушных петель как я набирала а например 4 либо даже три петельки и провязываете не столбик с тремя накидами возможно вам нужно будет привязать столбик с накидами соответственно прорежите несколько вариантов посмотрите какой будет смотреться лучше то есть главное чтобы он вот так в расслабленном состоянии не стягивал цветочки между собой но чтобы он прям сильно огромным не было иначе он будет выбиваться из вида волночка эти так что делайте так чтобы это визуально было красиво и смотрите что у меня получилось когда я сшила по бокам то есть это мой как бы боковой шевчик здесь по низу два соединения между цветочками здесь два и здесь два здесь осталось отверстие для рукава изначально я хотела чтобы у этого гардигана были узкие рукава то есть широкие не хотела именно поэтому я оставила вот такую небольшую промо для рукавов и сейчас уже будем заниматься рукавами смотрите вот это мой как бы плечевой шовчик и сейчас я присоединяю к этим цветочкам такое количество цветков сколько я хочу чтобы у меня была длина рукава сейчас точно таким же способом как мы вязали весь кардиган подсоединяю здесь один цветок второй третий каждый раз все это примеряю так и еще также не забывайте что он подрастанется чуть-чуть если вы вяжете точно так же расслабленно как и я например довязали одну полосу и потом присоединяемся параллельно к вот этой полосе а вот от этого цветочка также присоединяемся и провязываем такое же количество цветов и так смотрите что получилось я подсоединила 3 цветочка на длину рукава мне этого достаточно я уже примерила вот это моя передняя часть вон там задняя если вы хотите широкий рукав здесь просто подсоединяйте новую полосу цветочков точно также сзади есть в принципе абсолютно точно поймете как здесь сделать соединение все очень просто я же хочу сделать его как можно более узким вот этой ширины и рукава мне не хватает она слишком узкая поэтому я сейчас смотрите как сделаю я добавлю один ряд цветочков то есть смотрите сейчас я подсоединю один сюда цветочек который соединит вот эти два края 1 2 3 и 4 на подмышку то есть смотрите вот таким образом вот такой получится рукав классный все тоже очень просто соединяется так вот он мой рукав я сейчас начинаю подсоединять новый цветочек то есть здесь у нас на этом цветочке будет два места соединения два лепесточка провязываем вот сделали два соединения потом здесь два лепесточка потому что здесь они ни к чему не подсоединяются и двумя оставшимися подсоединяемся вот к этому краю и так смотрите мы замкнули в круг рукав а следующий цветочек прикладываем у нас здесь будет шесть точек соединения Раз, два, здесь три, четыре, пять, шесть. Седьмой и восьмой лепесточек остаются свободными. И точно так же еще один цветочек, также с шестью точками соединения. Раз, два, три, четыре на вот этом втором. Пять, шесть на вот этом цветочке. Итак, смотрим, что получилось. Вот я пришила вот эти три цветочка. Здесь в районе подмышки осталось такое отверстие, которое нам нужно закрыть. Смотрите, считаем, сколько у нас здесь мест соединения. Первое место, где у нас сшиты два лепесточка. Далее смотрим второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, два вот этих лепестка. То есть у нас девять точек соединения. И сразу же мне пришло в голову, что можно, в принципе, связать точно такой же цветочек, только с девятью лепестками. То есть смотрите, в кольцо амигуруми для вот этих цветочков на весь кардиган мы набирали 16 воздушных петель в кольцо амигуруми. На цветочек с девятью лепестками мы набираем в кольцо амигуруми 18 столбиков без накида. Далее вяжем следующий ряд, вот эти маленькие арочки. То есть делаем все абсолютно то же самое. И мы считаем, что у нас на выходе получается вот таких готовых девять арочек. Соответственно, у нас в итоге получится девять лепестков. То есть провязываем все абсолютно то же самое вплоть до последнего ряда. И вот считаем, смотрите, что получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лепесточков. Все отлично. И сейчас мы им будем закрывать вот это отверстие. Я провязываю полустолбик, столбик с накидом, два столбика с двумя накидами. И подсоединяюсь абсолютно к любому месту из этих девяти точек соединения. Далее следующим лепесточком подсоединяемся к следующему месту. И таким образом провязываем все вот эти места соединения, которые вам сейчас показала. И смотрим, что у нас получилось. Вот он наш рукав. Этот цветочек с девятью лепестками вообще никак не выбивается из общего вида. Далее вот эти вот пространства между цветочками точно так же заполняем, как и на основном полотне кардигана. И что касается вот этих вот отверстий, которые получились после того, как мы пришили цветочек из девяти лепестков. Если хотите, можно их закрыть. Если нет, можно их так оставить. Потому что, смотрите, лично у меня получилось так, что вот эти отверстия примерно похожи на все остальные отверстия в кардигане. Скорее всего, я не буду их никак зашивать вот такими маленькими цветочками. Если они у вас получились чуть больше, и они выбиваются из вида, просто заполните их вот такими вот цветочками, просто поменьше. Так, как я вам говорила чуть ранее. То есть для более мелких отверстий вы набираете меньшее количество петель, например, наберите три воздушные петли, и провяжите столбик с двумя накидами, к примеру. И, соответственно, этот цветочек у вас получится меньше. Далее приступаем к обвязке манжетов рукавов. Смотрите, какая милая обвязка у меня получилась. Здесь мы еще заполним вот эти пространства. Сейчас подсоединяемся к рукаву абсолютно в любом месте, на каком-либо из лепесточков. И смотрите, на рукавах я вам специально оставила такие цветочки, которые содержат вот эти вот последние ряды с вот этими листиками. То есть помните, по всему кардигану я вам говорила, там, где у нас больше не будет присоединения цветочков друг к другу, мы оставляем вот эти края без вот этих листиков, то есть без четвертого ряда, чтобы нам было удобнее делать обвязку. Но, в принципе, если вы не хотите заморачиваться, постоянно следить о том, какой нужно здесь делать последний цветочек, какими его связать, сейчас вы посмотрите, как я сейчас буду делать обвязку. Если вам понравится она, просто не заморачивайтесь во всем кардигане, провязывайте просто цветочки со всеми лепесточками по всем краям. Подсоединяюсь прямо в самую вершинку листика вот этого последнего ряда, подсоединяю нить в закрепительную петельку. И сейчас нам нужно подобраться арочкой из воздушных петель к следующему лепесточку. Провязывайте такое количество петель, сколько нужно именно по вашему кардигану. Например, смотрите, я провязываю 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Они такие, видите, у меня расслабленные. И подсоединяюсь столбиком без накида вот прямо в серединку листика. Видите, такой смысл, чтобы вот эта вот воздушная цепочка сильно не стягивала вот эти вот цветочки друг к другу. Хотя, если у вас такая задумка, что у вас должен манжет заужаться на запястье, наоборот, провяжите либо меньшее количество петель, либо просто вяжите эту воздушную цепочку поплотнее. Далее, смотрите, между вот этими двумя маленькими лепесточками я провязывала по пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Подсоединяемся. Столбик без накида. Вот, смотрите, вот такие воздушные цепочки получаются. То есть они у меня не сильно стягивают полотно, но и не сильно они у меня вот такие свободные. Далее, опять вот это большое расстояние между лепесточками. Я провязываю шесть воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбиком без накида подсоединяюсь. Все, и таким образом обвязываем воздушными цепочками до конца ряда. И когда подошли к вот этому лепесточку, с которого мы начинали, вот прям в самую серединку можно провязать столбик без накида. Далее, смотрите, что мы делаем. Провязываем имитацию столбика с одним накидом. Две воздушные петли. Раз, два. Делаем столбик с накидом в эту же петельку, вот откуда мы сейчас провязали. Столбик с накидом сделали. Делаем одну воздушную петлю. И в эту же петлю провязываем два столбика с одним накидом с единой вершинкой. Смотрите, делаем накид. В эту же петлю провязываем только через две петли. Две петельки на крючке. Накид. В эту же петельку. Только через две петли. Три петельки на крючке. Одной рабочей нитью. Далее, переходим к следующему такому пучку. Пропускаем. Раз, два. Вяжем в третью. Делаем накид. Желательно за две какие-нибудь ниточки, чтобы не растягивалось. Провязываем только через две петли. Накид. В эту же петлю. Только через две петли. Через все три петельки на крючке. Одной рабочей нитью. Воздушная петля. И два столбика с одним накидом. С одной вершинкой сюда же. Вот получился очередной пучок. Далее, вяжем все то же самое. Накид. Пропускаем две петельки по низу. Вяжем в третью. И таким образом делаем обвязку. Когда подходим к самому началу. Вот в оставшемся промежутке провяжите вот прям в самую серединку визуальную. То есть, если, к примеру, здесь получается. Вот смотрите, раз, два, вот сюда я в третью провяжу. Здесь останется побольше петелек. То есть, провяжите на одну подальше. Ничего страшного. Главное, чтобы в серединке она получилась. Делаем соединительный столбик во вторую петельку. Изначально набранные косички. Вот когда мы делали имитацию столбика с одним накидом. Далее, смотрите, нам нужно подобраться в середину этого пучка. Там, где мы делали. По одной воздушной петельке. Просто по краю соединительными столбиками. Первый. И вот прям сразу в арочку. Вот это пространство. Второй. И в эти арочки сейчас будем провязывать абсолютно точно такой же ряд таких пучков. Делаем имитацию столбика с накидом. Раз, два воздушные петли. Накид. Столбик с накидом в эту петлю. В арочку. Одна воздушная петля. И в эту же арочку два столбика с накидом с единой вершинкой. Вот такие получаются у нас пучки. Далее то же самое делаем следующим пучком. И так обвязываем весь этот край. Когда довязали последний пучок, также соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. Провязали. И таким образом провязывайте нужное количество рядов. Возможно, вам нужно добрать до нужной длины рукава еще один рядочек. Либо вообще вы могли бы обойтись одним рядом. Поэтому провязывайте нужное количество рядов. Так, здесь ниточку обрезаем. Хвостик вытаскиваем и заправляем наизнанке. И смотрите, если во время обвязки вот этими пучками получается так, что у вас сильно заужается манжет, а вы этого не хотите. Вы хотите его, к примеру, свободным. Это означает, что вы слишком плотно, туго вяжете вот эти пучки. Просто вяжите их послабее. И каким образом закрываем вот эти большие отверстия, которые у нас образовались по низу рукава? Закрываем просто одним лепесточком вот этих вот маленьких цветочков. Смотрите, подсоединяем крючок ровно как бы в середину. Как бы вот опускаем перпендикуляр. И вот в любое место по серединке за две петельки закрепляем нить. Провязываем нужное количество петель. Я провязываю так же, как и вот в этих 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, примерьте, посмотрите. Ну, тоже можно одну уменьшить. Вот, пять петель. Три накида делаю и провязываю столбик. Столбик без накида провязываю вот в пространство между цветочками. И провязываю пять воздушных петель. И столбик без накида в эту же петельку. Нить обрезаем, хвостик вытаскиваем и уводим наизнанку. И там закрепляем на несколько узелков. Подсоединяемся в серединку лепесточка. Делаем закрепительную петельку. И набирайте так же нужное вам количество петель, сколько вот нужно до следующего лепестка. До серединки. Так, чтобы здесь не было арочки. А чтобы было просто по прямой. Также в середину лепестка столбик без накида. Так, смотрите, здесь у нас большое расстояние. Провязываем нужное количество петель. Я провязала 11 петель. Прикладываю. Все, в принципе, нормально. Закрепляюсь столбиком без накида. Далее идет все то же самое. И таким образом обвязываем весь ворот. Здесь по низу. И возвращаемся к самому началу. Видите, здесь, когда подходим к верхнему краю. Вот здесь у нас шея. Я сделала после последнего лепесточка воздушную цепочку. И подсоединилась вот сюда, между вот этими лепестками, столбиком с накидом. То есть, чтобы у нас как бы был переход от вот этих планок на спинку. И потом вот от спинки провязывала, как обычно. И когда нам нужно провязать здесь самый нижний уголок, мы набираем воздушную цепочку из нужного количества петель. Набрали. И вот таким образом подсоединяемся к следующему лепесточку. Можно так приложить. И вот так пальчиком сделайте уголочек под 90 градусов. У меня он чуть-чуть тянет. Я добавлю еще одну петельку. Подсоединяюсь. И вот смотрите, если сделать вот так выпрямить его, здесь получится у нас под 90 градусов. Далее провязываем следующий ряд, как обычно. То есть, вот эти наши пучки провязываем через каждые две петельки. Таким образом обвязываем абсолютно весь край. И когда подходим к уголочкам по низу кардигана, сделайте так, чтобы вот этот пучок оказался ровно посерединке, прямо на макушке этого уголка. Чтобы у нас не нарушился вот этот уголок под 90 градусов. Все, и дальше просто продолжаем обвязку. Заканчиваем ряд точно так же, как я показала, на рукавах, соединительным столбиком. Если хотите, можно на этом остановиться. Если хотите, можно провязать еще нужное количество рядов этих пучков. Я провяжу еще один ряд, и там посмотрю, нужно ли мне будет третий ряд. И после обвязки у нас получились вот такие большие отверстия по низу, по вороту и по шее кардигана. Закрываем их точно такими же одинарными лепесточками, как я вот показывала вам на рукавах. Просто, чтобы это все не провисало. К примеру, сейчас провяжите здесь средний лепесточек. И если вам здесь кажется, что здесь так же провисают вот эти части, просто дополните их вот такими маленькими лепестками. В общем, что могу сказать по итогу. Не заморачивайтесь с вот этими цветочками, у которых мы не довязывали по краям, здесь по низу, по вороту, вот эти последние лепесточки четвертого ряда, потому что вы замучаетесь вот этим всем вывязыванием, заполнением вот этих вот больших пространств. Делайте так, как я вам показала на рукавах. То есть, видите, у нас здесь были с последним рядом лепестков. Все отлично соединилось. Мне почему-то показалось, что без последнего ряда этих лепестков будет красивее и проще соединение. Но я это все вязала из головы. Все хорошие мысли приходят во время вязания. Поэтому вы можете, в принципе, учесть эту мою ошибку и не допустить ее. Поэтому для всего кардигана вяжите полностью целые цветочки. Если кто-то хочет пришить по краю кардигана пуговички, берем самые обычные пуговицы и пришиваем. Я хочу их сделать вообще незаметными, чтобы они абсолютно не выделялись. Я их обвязала этой же пряжей. Беру самую обычную пуговичку. Смотрите, я вяжу по размеру этой пуговицы круг. Если вы не умеете вязать круг, посмотрите в этом мастер-классе. Там я поподробнее об этом рассказала. Вяжем такого размера круг, чтобы, когда вот мы вот так его наложим, чтобы он закрывал полностью диаметр пуговички. Для своей пуговички я остановилась на такой комбинации столбик-прибавка-столбик-прибавка по кругу. И сейчас мне нужно сделать так, чтобы вот этот кружочек загнулся в корзиночку, чтобы я могла вот здесь ее прошить по кругу сзади на пуговичке. Поэтому я еще два рядочка провяжу просто в каждую петельку столбик без накида. Вот такая корзиночка получилась. Хвостик вытаскиваем, заправляем в иголку, надеваем эту корзиночку на иголочку. И вот так по кругу через одну петельку можно стягивать этот кружочек. Таким образом обтянули пуговичку. Вот этими хвостиками можно, в принципе, ее будет пришить к кардигану. Пришиваем. И на обратной стороне, я думаю, нет смысла никакого делать какие-то прорези. Просто вот сюда заправляем пуговичку. И все. Наверняка будут вопросы, как стирать такое изделие. Очень просто. Здесь нет ничего особенного. Изделие из махера. Я стираю только вручную. Никакого отжима, никакой стирки в машинке, чтобы это все не свалялось. Стираю в тазики в еле теплой воде. Можно добавить какие-нибудь стиральные средства. Никакого трения мы не делаем. Просто мы это делаем, лишь бы освежить изделие. Далее, после того, как мы постирали, аккуратно выжимаем. То есть мы никогда не скручиваем изделие из махера. Мы отжимаем вот такими вот движениями. Аккуратненько. Потом мокрое изделие кладем на полотенце. Желательно, чтобы оно было однотонным и не покрасило наше изделие. И вот таким образом колбаской заворачиваем. Лишняя вода также впитается в полотенце. И потом раскладываем горизонтально. Насушим всегда горизонтально. Никогда не на плечиках не сушим, чтобы это все не вытягивалось. Также желательно расстелите какое-нибудь полотенце и положите на него наше изделие. Вот так аккуратненько все расправляйте. А если нужно, поправьте вот эти все лепесточки. Махер светлых оттенков, особенно белый, мы никогда не сушим ни на солнце, ни рядом с батареей, потому что он может потерять свой красивый такой белый оттенок. Все, и ждем полного высыхания. И вот такой чудесный кардиган у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok